Хорошие новости. Судя по данным 2021 года, экономика края превысила до ковидный уровень. На 2% отметил министр экономразвития Анатолий Нагорнов. Большинство предприятий перенастроили свои производства. Помогли в этом экспортные возможности и поддержка бизнеса. Подросла и общая стоимость всех алтайских товаров и услуг. Объем валово-регионального продукта по итогам 2021 года оценивается в размере 770 миллиардов рублей. Это 3% роста к предыдущему 2020 году. В промышленном производстве уровень допандемийного 2019 года превышен почти на 3%. В сельском хозяйстве на 14%, а в строительстве на 20%. Ввод жилья увеличен на 0,35%. Главным фактором жилищного строительства стало ипотечное кредитование, в том числе льготная ипотека, субсидируемая государством. Объем ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном рынке в предыдущем 2021 году вырос в 2,2 раза. Еще один важный показатель – уровень зарплат. Начальник управления региона по труду и занятости Надежда Капура отметила рост почти на 1,5%. Правда, у губернатора возникли вопросы. Если мы с вами выйдем на улицу, сейчас проведем опрос или как-то устроен, проведем опрос, мы подтверждения ощущениями этих цифр не получим. Как подтверждать, что имеет место рост зарплаты? Очень бурно принимали региональное соглашение в конце прошлого года. И вот с… Негодицы, негодицы. Что это за… Да, тенденция в реальном секторе по заработной плате все-таки 110% выше, чем в среднем. Я говорю, что это за аргумент. Минимальный уровень зарплат в крае сегодня составляет около 17 тысяч рублей. Кстати, один из самых высоких показателей в России, отчитались чиновники. Еще один итог 2021-го – труда занятых в регионе стало больше. А на рынке труда количество вакансий превысило число безработных. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.